привет солнечная италия из волгограда поддалась всеобщему психозу это у меня питунька это я сегодня посадила базилик он еще такой то только что пересадила он поднимется милиса перчик чили солероя хельсикина тоже чили тоже милиска на балконе у меня редис горошек петуя и крес салат так что большого всем привет девочки сажаем огороды но для утра вот такая у меня травка для кошечки и первая орхидея в моей жизни она расцвела вот сколько батончиков долго думаешь подарила и вот наконец таки сделала долго-долго и теперь она цветет а трава шикарная моя кошечка рада привет солнечная италия привет девчонки у меня не растет лук на подоконниках но у меня растут вот такие вот прекрасные орхидеи вот такие вот чудесные вот такие вот шикардосные вот такие вот вот такие вот вот такие всякие разные девчонки очень вас люблю смотреть но Очень прикольные, очень классные. Привет вам, большой Скубани! Всем привет! Привет, это ТОП. Солнечная Италия на проводе. Девочки, мальчики, мужчины. Вчера вашему сведению я привела такой факт, константировала, как мытья сухопутных ковров в машине. Здесь было пятно, если помните, да, кто-то из котиков в трап посрыгнул и все остальное. И посмотрите, какой стал чистый, он сейчас расправится, стал чистый коврик. Какая чистая бахрома, прошу обратить внимание. И, кстати, многие писали, что расстроились некоторые девочки, потому что как так могло быть, что был ковер в пятнах? Котята маленькие, поэтому пока учились ходить в туалет и все остальное, немножко попачкали. Так, у нас, как всегда, от нечего делать уборка. Что мы делаем? Убираем. Поменяли Саши, Софии. У Софии, правда, не было футболок-то. Поменяли летние футболки до столи с коротким рукавом. И убрали зимние вещи. Ну, убрали там какие-то курточки и убрали... Так, это детям отнести. И убрали... Кофты, толстовки убрали. Вот. Пока мыло здесь везде полы. Малые сидели в домике. Сейчас выпустила, не знаю, куда-то все разбежались, вообще никого не видно. Этот мусор стоит песок. И который мусор мы не разбираем, он сегодня вечером как раз выкидывается. Так, ну что, девочки, мальчики, мужчины? Что ты тут опять надела? Ночь сегодня спала ужасно. Ужасно я ночь проспала. Потому что это тоже надо законстатировать. Вот. Какая у меня весна, она к ней так и продолжается. Сегодня одну розочку срезала здесь, которая цвела. ваши бутончики есть. Розочки уже отцветают. Их можно это... Хорошо, пока розочка растет. Нас спрашивали, назовите, как называются ваши цветы. Девочки, блин, вы же меня троллите. Вот это анюткины глазки. Вот это вот бегунья. Это роза. Это кактус-тузик. А вот этот я не помню. Не помню. Потому что спрашивают и спрашивают, я прям не знаю. Много часто спрашивают за цветы, за названия. Здесь тоже я обрезала один цветочек, потому что он тоже уже искоренился. И здесь, что я придумала. Я вот так вот заставила вот такой вот штукой. Как в ресторане в Италии придумали вот такие вот штуки. Типа вы будете есть вот за такой вот штукой. Я там загородила для того, чтобы бакс траву не выгребал. Девочка высылала в инстаграме видео. У нее трава просто колоссальная, можно сказать. Прям колосится. Трава просто прям вот вообще просто. Так. Это надо ванную отнести сейчас. Саша меняет постели. Это Саша выбрасывает все, что она выбрасывает. Здорово сейчас со всеми, Сашу. Вот. Это Саша сейчас то, что наносить не будет. Мы сейчас все выкинем. Что-то я смотрю. Это что? А, это мне убрать. Ага. Сейчас поменяем все, помоем все. София пошла в магазин. Там что-то докупить надо было. Вот. Это мне досушивается. София, как Саша убрала, но у Софии футболок вообще нет. Но у нее есть. Нет у нее футболок, ни маек. Ей вообще. У нее просто шкаф опустошился. Боже мой, как же прекрасен мир, когда ты все уберешь, когда все чисто. Это прям вообще нет слов. Мы поснимали зимнее одеяло. Не знаю. Саша говорит, я, в принципе, еще мерзну. Ну, у нас такие, они не очень зимние, но это. Вот. Я говорю, ну ладно, уберем они у нас вот здесь вот, да, убранные. Я говорю, если что, потом вечером достанешь. Потому что я под одеялом уже не под теплым. Ну, один, ну, хоть как-то один. Но этот надо выкидывать, этот вообще никакой. Не знаю. Погода сегодня шикарная. Он как хорошо, когда дома помытые полы. Только надо застать еще этого медведя. Туда нормально посадить, блин, пылесборник. Помыли мебель, помыли окошко. Я до сих пор не могу сделать укладку. Вот за два дня я до сих пор хожу, хожу, хожу. Это Саша сказала, что пересмотрит вот эти вот футболки, которые ей не нужны. потому что мы здесь собрали уже сумку вещей, которые надо будет отнести. Кстати, вещи неплохие, вещи хорошие. Надо отнести, маечка какая, бетти-бубу. Надо отнести, туда поставить, может, кто-то заберет вещи. Все, Саша начинает разбирать. Да, Саша разбирать начинает машинку. Не знаю, почему София положила эти штаны, надо посмотреть, может, зашить надо. Там котяйка спит. Сейчас разберем машинку, потом, я не знаю, я две груши съела, кстати, я так сгрешила, сказала, что груши невкусные, груши просто обалденные. Я обрезала шкурку и очень вкусные груши. Не знаю, может быть, из яблочек сегодня сварю компот. Вот, Саша молодец, помогает, умница, помощница. Ох, не застанься, подвестись. Тихонько, тихонько. Да, мы разобрали вещи, зимние вещи, убрали зимних кофт, конечно, много. И там очень много есть чего повыкидывать, она не будет носить, я думаю. Но без шкафа, вот сюда вот нужен шкаф, и без шкафа, конечно, вообще, ну, никак. Я не знаю, я не хочу лазаньи, есть вообще не хочу. Мы так уже объелись, и кусками нахватались. Не знаю, если она сейчас купит этот самый, сделаешь тирамезу. Если Саша, сторожно, открой. Сейчас все попадает. Сначала разложи, потом будешь выключать. Ничего страшного не будет, если там что-то загорелось. Капитол? Нет вот этого вот, как его, дверцы на этот, что-то же, вот прежде. Нет дверцы на посудомойку, и поэтому приходится ногой держать, чтобы она не закрывается нормально. Дверьца, дегол, а что тут мои дети? Ой, Филя, а что это вы тут побросали все? Кстати, Филиппу, сейчас я его быстренько оставлю, глаза помою, потому что я девчонкам глаза помыла, вот сейчас я ее сейчас найдет, сейчас я его оставлю. На повестке дня еще вот эта сумка, в этой сумке все носки детские, которые я не это самое, глаза Филиппу помыла, недовольны, которые вот в ящик не влазят, поэтому сейчас я их тоже все пересмотрю, и выкину половину как раз, в ту сумку сложу, которую на выбросить. Видите, как хорошо с ковром? Спрашивали, что я в детской, в детской он лежал, коврик этот, ну просто за ним, его надо пересосить, за ним все равно нужно ухаживать, понимаете? А девчонки ленятся, ленятся, они не хотят, поэтому, блин, нет, не надо, тем более сейчас жара начинается, у них, когда они были маленькие, у них очень хороший был этот, как его называют, ковер, у них был просто классный, такой толстый, я даже не знаю, куда я его делаю, по-моему, его Кика несколько раз, Кира, Кира Карлоса, несколько раз, по-моему, сыконула, а он был плотный очень, не такой, который в машинку влазит, и по-моему, я его и выбросила, потому что она стыкала на этот ковер, а ковер был хороший, у них хорошая детская была, там ВКонтакте есть у меня старые фотографии, у них обалденная детская была, куча игрушек, и счастливое детство, ну можно было бы лучше, конечно, ой, прям нарадоваться не могу, хорошо посесть, хорошо он помылся, отмылся, все, может лежать еще пару месяцев, потом можно уже и убирать, потому что будет жарко, да, у меня оставалась картошка со вчерашнего дня, поэтому я ее, супа у меня оставалась, картошка, мне нужно ее доделать, блин, София забыла сказать, чтобы соль купила, мелкую, не знаю, там рыба осталась, как раз рыбный салат, можно доесть, и кто-то тоже из девчонок писал, да, то что вы в картошку не добавляете яйцо, я, кстати, добавляла в картошку яйцо, многие потом мне писали в комментариях, ой, зачем вы добавляете, у вас какой-то там Симон будет, Симонелла, вот, я знаю, что картошка получается намного приятнее, намного мягче, если добавить яйцо в вареную картошку, в толчонку, девчонки, ну что, вот оно цветет, и что я буду, я, наверное, обрежу цветочки и оставлю, может она потом по новой будет выпускать, не знаю, не помню, в детской комнате были такие цветы, но не помню, как я с ними обходилась, цветок шикарный, да, когда цветет, а потом начинается жара, они начинают отцветать, переверну ее немножко по сторону, видите, на этой стороне, как цветок отцветает уже, надо будет потом, обрезать, не знаю, посмотрим, другие насадим, девчонечки, смотрите, значит, у меня обед, кто-то вчера написал, тетка, говорит, наварила, говорит, этой морковки с картошкой, говорит, и радуется, а что мне надо сюда было добавить, я не поняла, селезенку, олипичную клеопатру, что ли, и лучок мой, мой урожай, боже, капец, за месяц или за два, наверное, все, мне приятного аппетита, хороший супчик, я доедаю его, это последняя вот тарелочка, вкусненько будет, все, мне приятного аппетита, и вам тоже, оп, переключаемся, блин, мы с вами сколько не виделись-то, сейчас купалась Саша, Саша тоже, ну, после того, как убралась, купалась Саша, Саша тоже купается по два часа, и я, блин, вот это вот, знаете, мне плойка там против по этим волосам, две минуты, я не могла себя заставить, у меня бывают такие дни, когда я вот реально не могу себя заставить, привести в порядок, да, вот казалось бы там, я ж не крашусь, а на ком не мажусь, кстати, у меня спрашивают, что это за сеня, я щипаю бороду, потом под конец месяца у меня вылез прыщичек, я его надавила, была бабочка, я просто бабочку сдерла, у меня вот такие вот прыщички, от того, что я бороду щиплю, раздражение идет, щипаю, в общем, я все никак не могла организовать себя, а наушники, дай наушники, сейчас наушники, будешь потом валяться в грязной кровати, сейчас шерсть пособираешь по хате, молодец, нафиг было тогда убираться, у меня стирка работает, он до сих пор, постельное белье стирается, значит, девочки, что хотела сказать, значит, что по поводу карантина, карантина в Италии, значит, карантин в Италии, значит, что, нам с 4 числа можно уже перемещаться по городам, но опять же, это надо все будет, боже, какой кошмар, девочки, ну почему, то есть, можно перемещаться по городам, вот это она говорит, волосы трогать нервничает, да я волосы постоянно трогаю, я же хочу казаться красивой, мне же теперь уже, не 4-4, а 4-5, кстати, сколько мне лет, я что-то не могу понять, слушайте, девочки, в общем, мы можем перемещаться из города в город, но опять же, по документам, по бумаге, которую вы заполняете, можно посещать родственников, то есть, родственников можно посещать, родственников, но как бы, блин, они говорят, нежелательно, ну можно, вот, открылись книжные магазины, откроются музеи, можно заниматься в парках, там, групп, группам, которые, профессиональные спортсмены, откроются рестораны, кафешки, только с едой на вывоз, то есть, вы не там, чтобы вы ели именно в самом кафе, или сидели рядом, а чтобы вы забрали это домой, то есть, то же самое, что заказать еду на дом, то же самое, вот, и до 18 числа, то есть, до 18 числа мы, потом с 18 откроются какой-то магазины, парикмахерские, с 1 июня, откроются, о дискотеках вообще речь не идет, в общем, школа сентября, открывается, ну, школа сентября, ну, просто, что, если хоть какая-то свобода, вот, молодежи гулять, понимаете, молодежь в такое время, 17-18 лет, по весне, они должны на улице находиться, в кафешках, в пиццериях, там, в барах, да, то есть, они должны как-то общаться, что-то, сейчас света мало, ну, подожди, сейчас света, открою еще одно окно, хочу быть, я же сегодня симпатична, еще одно окно открыла, ну, так вроде, более-менее, мне-то многие советуют, какой-то консидер, мне надо подлазать, мне ничего не надо, меня все устраивает, у меня естественная красота, так что, девочки, все, сидим мы, продолжаем сидеть, то, что там разрешили передвигаться, все равно надо, а, еще разрешили тем, кто, допустим, вот студенты, они сейчас могут возвратиться в свои регионы, то есть, это они смогут, можно возврат назад, по поводу границ с Италией, когда откроется, вообще не поняла, причем, знаете, все слушали, вот все слушали, вчера там выступал этот самый министр, вчера все слушали, все, так вроде медленно говорил, слушали там и Карлу, и мои подруги, девчонки, которые русские в Италии, там, ну, с Украины в Италии, ну, славяне, все слушали, все слушали, потом после этой речи, и на фейсбуке тоже самое, после этой речи все созвонились, и никто не может сказать толком, что разрешили, потому что в толком-то и не разрешили, ну, не разрешили, что нет, можно ходить, можно заниматься там, бегать, я не знаю, может быть в парке спортом, а все у кого спрашивают, слушай, ну, что сидим, продолжаем сидеть, или что все можно, взял и пошел, и ой, я не знаю, ой, я не знаю, я слушала, ну, я не знаю, не знаю, что сказали, к другому звонишь, ой, я не знаю, что сидим, пока сидим, до 18-го числа сидим, с первого откроются эти самые, ну, там, массажисты, парикмахеры, и все остальное, короче, всем звонишь, и все, а я не знаю, я не знаю, но главное, что все равно, уже можно, более свободно будет передвигаться 4-го числа, вот, и как раз к тому времени, я себе телефончик присматриваю, я лазаю на этих сайтах, присматриваю, хочется, что сэкономить. Нет, у меня же капелли завязаны, нет, 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 Саша, на колени, да я шучу, боже мой, встаньте, женщина, Саша, покажи, как ты красиво, это самое, волосы у тебя отросли, хорошо, за что они тебе говорят, включи мне машинку, 5 минут, 5, в общем, короче, такие вот, девчонки, дела, ужас какой-то, что ж так, футболок нет, футболок вообще нет, просто, ну, откроются сейчас магазины, если магазины откроются, с какого числа откроются магазины, я не знаю, я не знаю, я говорю, ну так ты смотрела телевизор, я смотрела, Карл, ты знаешь это, я не знаю, я не знаю, я не знаю, что-то говорил, говорил, ничего никто не знает, ну, в общем, в любом случае, все равно мы иду 18 числа, если с 1 июня открываются там какие-то большие магазины, да, этот, коммерческие центры, это самое, то я думаю, что они просто готовятся к лету, потому что они понимают, что реально лет это надо, на пляж, кто будет ходить на пляж, у кого есть деньги, кто будет платить за вот эти вот пластиковые кабинки, нам нельзя будет ходить на свободный пляж, потому что нельзя будет пользоваться пляжем, на фейсбуке пишут, что границы вообще не откроются до следующего города с Италией, короче, все, что говорится по телевизору, все все слушают, и потом в итоге никто, никто ничего не знает, никто ничего не знает, вот такие вот дела, вот девочки, что еще, я пока сижу дома, ну, что мне бы, конечно, бы выйти, если бы открылся магазин Тедзенис, я по-моему знаю, что в Тедзенис магазин закрылся в городе Гроссетто, я видела, жена Карла двоюродного брата, она по-моему постила пост, что Чендем закрылся в городе Гроссетто, вот, ну и туда сходить, купить, а нет, Чендем закрылся, я бы в Тедзенис сходила, ну, купила бы пару футболок свежих, уже бы не покупала по одной, извиняюсь, грибы, купила бы там уже две таких, две таких, две таких, две таких, потому что действительно, мы сегодня даже с Сашей, когда вещи перебирали, ну, из-под дивана доставали там футболки, я говорю, ты помери там шорты, что налазишь, что не налази, там что-то выкинуть, потому что маленькая, там или что-то уже застиранное, вот, я, конечно, мечтаю, конечно, там много очень кофт, вот этих толстого, которые тоже можно перебрать и кому-то уже отдать, вот, я, конечно, за то, что подкрылась Икея, дай бог, конечно, что подкрылась побыстрее уже Икея, я такой человек, что мне в Икею надо пойти, пощупать и присмотреться, то есть, мне надо купить тоже, вот, комплектное белье на полуторки, Софии диван купить, наконец-то, вот этот диван, который Саша стоит, он просто замечательный, на нем хоть прыгай, хоть что-то делай, на нем очень удобно, очень удобно, и, конечно, я бы уже купила бы постельное белье, бы и все, вот этого, ну, хочется, знаете, такие, вот у меня мечты такие, что буду делать я после карантина, у меня такие мечты, какие-то вот они, все равно, знаете, как у отчаянной домохозяйки, все равно, что-то вот семью, что-то вот, то, что дома не хватает, то есть, у меня нет такого, что я там, вот, снимут карантин, и я хочу поехать на Малдивы, или там, я там хочу, я не знаю, там, пойти в лес, или там, я там еще куда-то, на море хочу, не, ничего не хочу, я хочу пройтись по магазинчикам, съездить в тоже любимую Икею, поесть там этих котлет с картошкой, больше опять поесть, вот, поесть этих котлет с картошкой, походить, пощупать это постельное белье, не отказывать себе, купить именно девочкам те комплекты, которые мне хочется, купить шкаф, Саша, я не могу собирать онлайн шкаф в коридор, мне надо так, чтобы я села с человеком, нагрузила его часа на полтора, понимаете, кто-то там, вот так вот и я, вот, поэтому я бы его нагрузила бы, он бы мне там составил бы полочки, все, я бы первым делом сделала коридорчик, чтобы уже у девочек было все удобненько, кухню бы плиточку доложила, ну, в общем, у меня такие-то, вот знаете, желания, наверное, ненормальные, потому что, я там читала, в фейсбуке и по телеку показывали, типа показывают, что вы будете делать после карантина, одна девочка говорит, я там пойду на дискотеку Баллары, ну, типа, танцевает, другая говорит, ой, займусь этим делом, третья там еще что-то, а в ритю, не знаю, я такой человек, что мне само собой не скучно, я могу и дома Баллары, и сама себе режиссер, и сама себе бармен, и сама себе гример, я не знаю, то есть, там правильно в комментариях написали, что, если бы у Марины не было стиральной машинки, ее бы жизнь была скучна, у нас, мы когда работали еще в балете Blackout, машинки тогда не было, на съемных квартирах уже жили, тут я начала жила, когда приехала в Киев, в общежитие, а потом уже на квартире с девчонками, снимали квартиры с девчонками, с которыми работали, и я помню, потом уже по отдельности уже жили, и уже по отдельности могли позволить себе снять квартиру, денег все равно не хватало, ну, не знаю, как-то, не знаю, я как-то вот, ну, не было у меня, я как-то не кипишевала все, как-то все равно я из ситуации выруливала, ну, не важно, ладно, не об этом, и тоже помню, к нам пацан приходил, там, видно, я ему нравилась, я уж не знаю, уже говорить не буду, мало ли там смотрит, скажет, тут Иванова там припиздила, вот, и, ну, а приходила я с другой девочкой ему там встречаться, вот, ну, а я ему нравилась, и он как не придет, и говорит, боже, я как не приду, говорит, а где ваша Иванова, иванова постоянно нет, ну, а мы что там, мы же, у нас коллектив было, мы все время вместе собирались, то есть все равно вместе, все время собирались у кого-то дома, или вот жили вместе дома, где ваша Иванова, а она говорит, Это Иванова там вручную, я эти полотенца там, боже мой, простыни, я это все намываю, намываю, откуда, я не знаю, как пилот, полоскун какой-то, это ужас просто, правильно, да, потом машинка появилась, так это вообще, не, ну у меня сейчас в данной ситуации я полоскаю, потому что полоскать я успевала, и когда молодая была из женихов, у меня вот так вот было, при том, при всем, что я успевала полоскать, это к этому делу. Вот, а сейчас я полоскаю, потому что у меня коты, я вот Саше говорю, не ходи босиком, она, у нас полы чистые, я говорю, Саш, у нас короткошерстные кошки линяют, ты собираешь все вот это вот на носках и несешь в кровать, она так поднимает, я говорю, смотри, у меня носки чистые, я говорю, ну сейчас чистые, но все равно у нас открыты постоянно окна, мы находимся, даже не важно, что около проезжей части дороги, да, у меня вот там окно открыто сверху и здесь, то есть это постоянная пыль, это, ну блин, реально, то есть здесь задолбаешься, действительно, невозможно каждый день не убирать, то есть можно день пропустить, но один день пропустили, только себе проблемы создали как-то так, ну в общем, девочки, что, в общем, что я буду делать после карантина, после карантина я буду самой счастливой женщиной на свете, потому что, наконец-то, мои дети могут пойти в какую-то кафешку, в Макдональдсе, я не знаю, в пиццерию, посетиться со своими друзьями, встретиться со своими друзьями, и от этого у детей будет счастье, что у них есть вот это вот общение, и я стану спокойна, потому что дети станут спокойны, потому что сейчас вот это вот напряжение, что все нервничают, все, короче, там, знаете, типа, я же вам говорю, у нас в 9 вечера начинается, как центр колл психологический, начинают все звонить там, и вот это, да-да-да-да-да-да-да-да, все на телефонах сидят, у них детская комната, там как раз, получается, соседи спят сверху, у них спальня, и у других там зал, там все слышно, я говорю, София, блин, там все слышно, вы еще там матюкаетесь, вот, она говорит, ну и что, а как они, говорит, это, любовью занимаются, говорит, с утра до вечера, говорит, я тоже все это слышу, говорит, и я им ничего не говорю, так что пусть и нас потерпят, я говорю, а что они там делают, она говорит, чирикают, говорит, они, говорит, чирикают, и, говорит, я это все слышу, говорит, мне тоже, говорит, это неприятно, говорит, я же им не стучу в стенку, я говорю, не, не, не надо стучать в стенку, говорю, не дай бог, говорю, ты что, не надо, пусть занимаются, хоть на карантине, Ладно, все, девчонки, вот такая вот болталка. В общем, всем счастья, здоровья. Девочки, кто из Италии, пишите. Я прикреплю ваш комментарий полный. Прям пишите один. Что можно сделать? Гулять по городу. Я прикреплю ваш комментарий. Потому что у меня все, даже Карлова, вчера все смотрели, все смотрели. Я не знаю, я не знаю. Ничего выходить нельзя, ничего не знаю. До 18-го числа сидим. С 1-го числа все открывается. Ну, можно выходить. Можно ходить без маски. Если ты идешь один по городу, но потом, если ты приближаешься к кому-то, вот тут маска у вас висит, маску сразу одел и пошел, типа маски обязательно. То есть маски обязательно, без масок ходить нельзя. Расстояние тоже обязательно, расстояние обязательно. Все, Марина, давай пока, я сам ничего не понял. Короче, так. Все, всем пока-пока, всего самого хорошего и всего самого доброго.